Я в одиннадцатом классе, собираюсь поступать в военное училище. Как не ошибиться при выборе профессии? Как понять свое предназначение поступить по воле Божьей? Вот, тоже про волю Божью. Видите, это я вот так ремарку, а тут выше человек спрашивал, что людей отталкивает православие. Люди ищут волю Божью, смотрите, ищут волю Божью, хотят узнать. Это же очень хорошо. Вы знаете, воля Божья, в данном случае, в вашем случае, что касается выбора профессии, я думаю, что не следует полагать, что Господь хочет, чтобы вы были военным, или вы были бы врачом, или вы были бы геологом каким-нибудь, или ученым, или еще куда-нибудь. Не этого от вас хочет Бог. Он хочет, чтобы вы, какую бы вы дорогу себе не выбрали, чтобы вы при этом не только остались человеком, но при этом и взошли бы от образа Божьего к подобию. На каком пути, какое поприще вы себе выберете? Если вы выбираете путь военного человека, значит, по военной линии пойдете, но вы там должны стать иконой, понимаете? Если возьмете другой путь, по другому пути, то вы тоже должны стать иконой, но другой. Потому что путь другой, потому что отпечаток свой там будет. Поэтому вот в этом волю Божью, видите? А путь, который вы себе выбираете, это вы выберете себе, по себе. Как же не ошибиться при выборе профессии? Вот это очень хороший вопрос, потому что это предыдущий тоже вопрос был. В себе надо разобраться, в себе, но вам сложно. Вы в одиннадцатом классе, вам сейчас подготовка к экзаменам, все занимает, все пространство, но даже если бы этого не было, подготовки к ЕГЭ и так далее, все равно вы молодой человек, и вам просто отсутствие опыта, знаний не дает вам возможности увидеть себя объективно. Просто в силу того, что вы просто молодой человек. Обопритесь на мнение родителей, родственников, тех, кто вас хорошо знает. Присмотритесь, что они говорят, как они вас направляют, как реагируют на что. На это присмотритесь. Взвесьте все хорошенько. И в свое сердце смотрите, и так родителей послушайте, бабушек, дедушек послушайте, что они говорят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова